Ну конечно, там мы спросим в воде. Это дом у нас множество. Мне это самое оказывается дали. Зажимаем. Зажимаем. Все, есть. Построить дом под мирным небом, вырастить ребенка, знающего о Великой войне, посадить дерево в память о погибших солдатах, этот мир подаривших нашей стране. Потомки чтят своих предков. Ежегодная всероссийская акция «Лес Победы» прошла в Воскресенске. Я рад, что и наше подрастающее поколение, наши школьники тоже принимают в этом активное участие. Вы знаете, это очень важно. Кроме того, что мы сохраняем память о погибших героях, еще мы и восстанавливаем экологию. То есть вопрос экологии. Чем больше деревьев мы с вами высадим, тем чище будет наш воздух. Воскресенцам на подмогу приехали почетные гости. Советник министра энергетики правительства Московской области Владимир Мельник и депутат Госдумы, герой России, летчик-космонавт Елена Серова. Для нас очень важно помнить каждого ветерана, каждого, кто воевал в этой нелегкой войне. Вы наследники той Великой Победы. И я хочу сказать вам огромное спасибо, что сегодня вы пришли на эту акцию, и будете сошать деревья вместе с нами. И самое главное, что несмотря на то, что достаточно много лет прошло, память жива. И память передается через молодое поколение, которое чтит подвиги наших отцов, наших дедов. Среди участников действительно много молодежи. Воскресенские молодогвардейцы, активисты движения «Родной край» и юно-армейцы. Я считаю, что это важно для всех, потому что это не только помогает очищать экологию, это улучшать экологию, так еще и это делается в память погибших героев Великой Отечественной войны. Лес Победы уже давно стал семейным праздником. Кстати, здесь можно не только поработать, но и отдохнуть. Еще одна традиция – каши с полевой кухни. Акция проходит с 2013 года. В семье Петровых уже есть свои именные деревья. Надо, чтобы в семье традиция была. Я считаю, что должна быть традиция какая-нибудь. Это прекрасная традиция. К 9 мая сажать лес. А вот Шишкины наоборот посадили свои первые сосны в память о предках героях. Мой дедушка принимал участие. Мой дед дошел до Праги, освобождал Прагу. Потом до 49-го года еще служил в Австрии. То есть, ну, они там этих недобитков в горах добивали. На участке в полгектара 150 человек создавали свою рощу памяти. В округе было подготовлено 11 площадок, посеяно 3000 сеянцев сосны. А всего Подмосковье планирует обновить лесной фонд, добавив 280 тысяч новых деревьев и кустарников. Руслан Полянин, Дмитрий Волнов. Новости Скровект.